Отчет город-администрации о ходе текущего ремонта дорог, подачи тепла и целый ряд других вопросов рассмотрели депутаты Тверской городской думы на очередном заседании. Однако самый большой интерес представляла тема передачи имущества по ТП в областную собственность. Подробности у Романа Быкова. Осень в самом разгаре, но на целом ряде Тверских улиц продолжается ремонт дорожного полотна. В этой связи вполне логичным был интерес депутатов к заместителю главы администрации по ходу работ. А также по какому принципу были выбраны объекты. Определялись, где какие дороги ремонтируют с учетом изношенности систем, которые располагаются под дорогами. Там, где первое очередное ремонтировалось все дороги, где были заменены наши коммуникации. Чтобы нам несколько раз не вскрывать полотно, а постарались заменить там асфальт-покрытие, где уже изменены коммуникации. Самым важным вопросом повестки дня, конечно же, стала передача имущества муниципального предприятия ПТП в государственную собственность Тверской области. Выступавший перед парламентариями замруководителя регионального министерства транспорта Сергей Верхоглядов в своем докладе еще раз обрисовал положение дел. Львиная доля подвижного состава требует замены. То же самое можно сказать и про контактную сеть, а также рельсы. В полной реконструкции нуждается парк на улице Шишкова. Неудивительно, что депутаты одобрили смену собственника. Будет закуплен новый автобус, но вообще подвижной состав будет закупаться новый. Им нужна база, на которой они будут базироваться, где будет проводиться ремонт, где будут проводиться освидетельственные водители. Поэтому это база на Шишкова, которая сейчас не очень может быть в хорошем состоянии. Именно новый оператор по городскому транспорту будет ее отремонтировать, подготовить. Оперативность решения, принятого депутатами, можно понять. Внедрение новой системы транспортных перевозок начнется уже в феврале. А значит, будущему оператору пора действовать, закупая подвижной состав и реконструируя парк, переходящий от ПТП.